Бессмертный полк Большинство участников выставки либо сами занимаются в центре, либо приводят сюда своих детей. Фотографии сделаны непрофессионалами, их сложно рассматривать как произведение искусства. Тем не менее, в каждом трогательное признание в любви к своей семье. Впрочем, это не единственная импровизированная выставка, которую могут посмотреть посетители мечты. В фойе Центра культуры и спорта расположилась еще одна выставка. Она получила название как известная песня Барда Олега Митяева «Лето – это маленькая жизнь». Здесь представлено 20 работ, выполненных в разной технике, но глядя на них, понимаешь, дети рисовали мечту. Экзотические пальмы и цветы среднерусской равнины, горы и степи. Фантазию детей, работы которых оказались на этой выставке, никто не ограничивал. То, что дети хотели, то они изобразили вот на рисунках. Мне очень нравится, например, вот этот рисунок. Горы и, как говорится, тут домики. Сразу фантазия разыгрывается. Ну и цветы просто необыкновенные. Я постоянно прохожу по коридору и обязательно остановлюсь и еще раз полюбуюсь на эти прекрасные рисунки. Преподаватели «Центра мечта» уверены, у всех есть возможность прикоснуться к прекрасному. Было бы желание. Это тот самый случай, когда в тесноте, да не в обиде. Несмотря на то, что полуподвальное помещение «Центра мечта» кажется небольшим, здесь располагается 14 творческих коллективов и 12 спортивных секций. Их посещает более 600 детей. Побывать на этих выставках может любой желающий вход на территорию «Центра культуры, спорта и работы с молодежью мечта» абсолютно свободный. Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ.